Продолжение следует... ...выбор тем сложнее сделать окончательное решение, тем более, когда речь идет о столь мало знакомой теме, как продажа электроэнергии. Однако, как показали подсчеты, для людей, живущих в обычных панельных домах, выбор может быть не столь сложным, если учесть, что в итоге разница в счете, скорее всего, будет составлять несколько евро. На самом деле конкуренция уже сейчас на рынке настолько плотная, что разница в тарифах действительно настолько мала, что если мы возьмем для сравнения потребление одной среднестатистической квартиры, и двух-трехкомнатной, около 2000 кВт в год, это 200 кВт в приблизительный месяц, то разница в тарифах между самым дорогим и дешевым, она за год составит приблизительно около десятка евро. Может быть, для кого-то это, конечно, большие деньги, для кого-то это не такие большие деньги. Ну, конечно же, при увеличении объема, может, каждый может посчитать, сколько это для него составит. Действительно, далеко не для всех жителей страны 10, а то и 20 евро в год являются пустяковой суммой. Куда дороже это может быть в квартирах, отапливаемых электричеством, или в тех, где есть пол с подогревом, в ванной или на кухне. Если есть потребность сделать выбор, сравнить предложения продавцов, это можно сделать в интернете или позвонив в представительство организации торгующих электричеством. Дело в том, что в большинстве случаев эти предприятия дают консультации или по телефону, или через интернет. К тому же в представительствах выстроились огромные очереди, и в наступившее ненастное время далеко не лучшее решение делать, так сказать, личные визиты. Сейчас действительно у нас очень и очень горячая пора. Телефоны звонят постоянно, и в пункте обслуживания всегда есть очередь. Самый простой способ получить информацию — это отправить вопрос по электронной почте. Если вам этот вариант не подходит, то можете позвонить, но придется немного подождать, пока освободится оператор. Таким образом, по мнению экспертов, при заключении договора важно иметь представление, сколько электричества потребляется в вашей квартире или доме, и будет ли в обозримом будущем это потребление существенно расти. И второй момент уже скорее не из области экономики, а психологии. Если вас интересует стабильность, и вы хотите четко знать, сколько заплатите за киловатт-час, то следует сделать выбор в пользу фиксированной цены и не быть зависимым от превратности роста цен на бирже. Хотя там может быть и падение стоимости, которое вас, увы, не коснется. Максим Волков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.